на этом канале мы рассматриваем все существующие методы экономия газа даже самые экзотические и сомнительные один из таких методов надо сказать вполне себе используемый на практике это установка реле времени на циркуляционный насос и настройка этого реле так чтобы насос минут 10-15 работал следующие 10-15 минут отключался и так постоянно цикл за циклом этим мы достигаем экономию топлива причем весьма значительную со слов тех специалистов кто это использовал за счет того что теплоноситель будет меньше терять тепло и во время простоя лучше отдавать его в помещение а следующие 15 минут работы более эффективно так сказать принимать тепло в себя поясню речь у нас конечно же идет о газовых котлах причем простых напольных навесных управлением работой насоса занимается электронная плата с помощью датчиков так вот котел проработал 15 минут нагрел воду батареях насос отключился следом простейшая автоматика по температуре отключает котел ну точнее прикрывать газовый клапан газ не расходуется тепло отдается все нормально через 15 минут насос снова включается под остывший теплоноситель ну точнее теплообменник котле ну скажем так лучше поглощает тепло от пламени горелки ну по сравнению с тем если бы он не был остывшим в целом теория такая и в ней есть определенная логика давайте теперь разберем недостатки такого радс предложения первое при запуске котла когда ему нужно будет отрабатывать длительное время на максимальной мощности ну для набора рабочей температуры такая система отключения насоса ну явно будет лишней мягко говоря будет мешать следующее автоматика простейшего напольного газового котла ну как правило тупая что это значит это то что реагирует она на изменение условий не оперативно ну попросту говоря мгновенное включение отключения насоса далеко не мгновенно отключит подачу газа на горелке котла ну и третье работу котла можно сравнить с ездой на автомобиле езда по трассе с крейсерской скоростью значительно продлевает ресурс и увеличивает безремонтный пробег напротив же езда по городу с постоянными троганиями и простыми в пробках его значительно снижает здесь я высказал свое личное мнение практического опыта использования такой системы у меня не было но я не исключаю что какой-нибудь кулибин по-любому добился определенных положительных результатов в этом направлении напишите поделитесь полезной информацией я и зрители этого канала будут вам благодарны надеюсь видео было вам интересным и полезным подписывайтесь на канал